Рано утром в день открытия сквера сюда снова зашла спецтехника. Специальная машина дробит обрезанные только что старые ветки. За считанные секунды дерево превращается в щепку. Ее используют для благоустройства нового Мацестинского сквера. Эта щепа принадлежит парку. Древесина соответственно и щепа тоже. Кроме того, эту щепу можно использовать в хозяйстве. Можно как удобрение. В любых целях она идет и очень хорошо. Привести в порядок новый парк перед торжественным открытием собрались неравнодушные жители Мацесты. На субботник вышли и коммунальщики. По территории сквера проходят теплотрасса и газопровод. Чтобы людям было хорошо, приятно ходить, отдыхать, мы покрасили 300 метров газопровода, почистили охранные зоны. В субботнике приняли участие около 500 человек. В несколько раз больше сочинцев собралось позже, на торжественном открытии сквера. Здесь организовали большой праздник с выступлением творческих коллективов, мастер-классами и прочими зонами активности. Новый парк – это более 3000 квадратных метров тротуарной плитки. Около сотни скамеек, фонари, газоны и почти полтора километра велодорожек. Вообще мы даже не знали то, что построить. Мы только имели представление раньше, какого он был и какого он сейчас. Нет слов. Можно теперь с семьей переходить, погулять, покататься на роликах детям, на велосипеде. Ну, вообще здорово. Здесь на Мацесте некуда было сходить. А сейчас вот каждый день можно сюда спускаться и здесь гулять, проводить время с детьми. А когда здесь будет четыре спортивные, три детские площадки, мы совсем загордимся. Это уже вторая очередь благоустройства сквера. В рамках первой год назад отремонтировали заброшенную несколько десятков лет набережную. Более сорока лет назад здесь была просто набережная, не широкая бетонная дорожка, по которой люди ходили пешком от старой Мацесты до моря. И потом все это пришло в запустение. Я хочу все-таки сказать огромное спасибо главе города за поддержку наших, наверное, желаний, наши мечты. Потому что если бы на высоком уровне он не поддержал вот этот огромный парк в 7 гектар, нам бы не получилось его осуществить. Сквер на Мацесте построили по нацпроекту «Комфортная городская среда», благодаря которому в Сочи ежегодно обустраивается несколько прогулочных зон. Мэр Сочи уверен, новый парк полюбится не только жителям Мацесты, а всем сочинцам. Ведь на открытие сквера целыми семьями приезжали и из соседних районов. Задача стоит, чтобы зоны отдыха, общественные зоны, были у каждого микрорайона. И, к счастью нашему, это не только набережная на Мацесте. Это и многие парки, которые мы с вами открыли. Тот же сквер на КСМ, тот же парк, посвященный 80-летию Краснодарского края. Та же самая зона отдыха в микрорайоне Блинова и многие-многие другие. Это очень яркий пример работы всех ветвей и законодательной исполнительной власти. Потому что на такой большой грандиозный проект потрачены средства федерального, краевого и местного бюджета. В унисон сделана такая выдающаяся, по масштабам города, не побоюсь этого слова, проведена струйка благоустройства целого большого микрорайона. Совсем недавно первую очередь нового Мацестинского сквера объединили с Теренкуром. После завершения третьего этапа благоустройства в 2020 году город получит 10-километровую прогулочную аллею от главного здания Бальнио-Лечебницы до центрального стадиона. Таким образом, новый пешеходный променад станет самым протяженным на юге нашей страны. Ну а на открытии парка уже по традиции высадили молодые саженцы. Глава города с жителями заложил аллею Яблонь. Ее назвали аллеей процветания Мацесты.